Доброе время суточек всем! Мальчики, девочки, все кто ко мне зашел, девочки, мальчики, я на кухне. Сегодня готовить так сильно ничего не буду. Приготовлю сгущенку по новому рецепту. Нашла вырезку в газете от Советского Союза. Попробую приготовить, что за сгущенка. А то я уже месяц собираюсь и все забываю. Пока еще маленько молока есть, я сейчас сделаю сгущенки. Морда красная с улицы зашла. Совсем маленечко сделаю. Вот прям одну порцию. Убедиться, вкусная, невкусная. Так, и что еще? Может быть даже... Ну, сгущенку я сделаю. Сделаю, наверное, торт. В принципе, у меня нет сгущенки. Я и хочу сделать, чтобы сделать торт. Берется 200 грамм молока. Ну, такой в казаночек желательно все это делать. Вот у меня казанок старенький. Я в нем делаю. Берется 200 грамм молока, 200 грамм сахара и 20 грамм сливочного масла. Сейчас молоко разогревается. Добавляю сахар, размешиваю. И масло. И все это должно кипеть всего 15 минут. Если больше будет кипеть, то завтра уже все кристаллизуется. Так что нужно только 15 минут. Выход должно 280 грамм. Вот я сегодня хочу это попробовать. Ну, что, ребятки, не сделала я сегодня торт. Вы уже увидели, что я сделала кекс. Время не было ограничено. Ну, и в принципе, я хотела посмотреть все-таки результат сгущенки. Вот постояла сгущенка. Я хочу сказать, ребятки, пропорции я все соблюдала. 200 грамм молока, 200 грамм сахара, 20 грамм сливочного масла. С этого объема у меня получилось 280 грамм сгущенки. Да, она густая. Вот она постояла в холодильнике, она густая. Но что я хочу сказать? Она все равно сахарит. Вот на стенке баночки сахарит. И когда я открыла, сняла крышку с баночки, была сверху пленочка такая сахарная. На вкус? Она вкусная. Очень вкусная. Но приторно-сладкая. Вот я даже не могу объяснить, насколько она приторно-сладкая. Но вкусная. Пекла я вот такой вот кекс. Тесто на майонезе. С добавлением какао. И кусочки шоколада в тесте. Очень вкусный кекс. Субтитры сделал DimaTorzok,